Янгар, яу, 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 си ныркы те жир, жир, жир. Говорят, что желания детей сбываются. А если всей деревней просишь, то вероятность дождя возрастает, комментирует Нурислам Хазрат. Не дождавшись осадков, старокумазанцы собрались у родника святых в надежде на то, что Бог не спошлёт долгожданную влагу. Это святыня нашей деревни. Здесь протекает святой источник, рядом находится кладбище святых. По преданию, когда Иван Грозный начал в стране политику крещения, жители села подняли восстание. В этих местах происходили стычки. К счастью, местные жители одержали верх. Необычное мероприятие началось с совместного молебна и молитвы о дожде. После этого, устроив импровизированный стол на природе, они попробовали угощение и травяные чаи. А основным блюдом была каша, приготовленная из пяти видов круп. Пшон, рис, горох, греча. Очень вкусно получилось. За самую весёлую часть обряда отвечал Рафаэль Шерифулин. Он привёз на маленькой тракторной тележке две бочки с водой. Для того, чтобы она прогрелась, заполнил их с вечера. Вчера наполнил 400 литров воды и сегодня вот привёз сюда, чтобы людям приятно было тёплой водой. В прежние времена, когда начиналась засуха, наши односельчане всегда варили дождевую кашу. Мы это знаем от оксакалов. В этом году было очень жарко, осадков мало. Учитывая это, решили возобновить обряд. Жители села единогласно поддержали предложение. Через час после окончания обряда пришло видеосообщение из старого Кумазана. В селе пошёл дождь. Светлана Ханова, Ильнур Юнусов, Ваэль Шахудинов, Алина Петухова, Новости Татарстана.